Уважаемый член призывной комиссии, призывник Фомин Александр на заседание призывной комиссии прибыл. Будущему срочнику Александру Фомину 25 с 2014 года живет на территории Одинцовского округа. Получил повестку только сейчас ввиду сложных жизненных обстоятельств. Уверен, его профессия в армии пригодится. Я по профессии автомеханик. Отучился на автомеханика. Сейчас закончил обучение в автошколе ДСАФ. От военкомата получил категорию С. Военно-специальность водителя. 1 апреля начался весенний призыв на срочную службу, утвержденный указом президента Российской Федерации. Повестки получат мужчины, у которых нет права на отсрочку или освобождение. Первые 5 месяцев они проведут в учебных частях и подразделениях. После окончания обучения в учебных частях, где они получат навыки военной службы, получат индивидуальную подготовку боевую. Они будут в дальнейшем служить в те части, которые будут предназначены. Перед тем, как отправиться на службу, молодым мужчинам нужно пройти серьезный осмотр. Мотор, стоматолог, офтальмолог, лор, врач и терапевт оценят состояние здоровья призывников. При необходимости специалисты назначат дополнительное обследование. Призывники с серьезными заболеваниями к службе не допускаются. Врач с большим стажем Анна Неупокоева говорит, за этим здесь следят тщательно. Ребят не берут в армию с врожденными пороками сердца, бронхиальная астма, мусковицидозы, генетические заболевания. Есть в правилах призыва и нововведения. С этого года призывной возраст увеличен до 30 лет. Значит, те, кому в этом году исполнится 27, получат повестки. Срок службы остается прежним – 12 месяцев. Пойдут служить призывники наши во все виды и рода вооруженных сил. В основном призывные ребята останутся служить в пределах Московского военного округа. В Одинцовском округе на срочную службу планируют призвать более 300 человек. Важно отметить, вновь призванные ребята не будут отправляться в зону специальной военной операции и новые регионы Российской Федерации. Призывная кампания продлится до 15 июля. Татьяна Верняковская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Татьяна Верняковская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова», телекомпания «Одинцова», телекомпания «Одинцова». Татьяна Верняковская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова», телекомпания «Одинцова».